а вот как хаконихлоя в подмосковном саду вот диаметр здесь уже больше двух метров вот то есть там где она хорошо себя чувствует это хаконихлоя сорт ауриола она вот пожалуйста вот так замечательно разрастается не все так безнадежно так скажем вот посажен вот это вот поляна вся засажена малинии малинии голубой сорт поль петерсон этот сорт невысокий до 80 сантиметров такой природный лужок природный лужок на фоне регулярных стриженных изгородей можно и маленькие какие-то площади где-нибудь на террасах мы можем это само засаживать какими-то невысокими уже это вот овсяница метельчатая несколько кочек они могут образовать бордюр могут просто засадить она зарастет и будет все заросшие овсяница метельчатой конечно овсяницы мы говорили требует гумус на песчаные почвы хороший дренаж обязательно это обязательное условие для того чтобы овсяница хорошо росла но крупные такие злаки как мискантус сахарный да вот пожалуйста вот как почва покрона занимает огромную площадь может занять огромную площадь большие площади это в большом саду да а в малом саду можно посадить осоко мусынгуменскую обычную форму высотой 80-100 сантиметров и осоко мусынгуменская тоже хорошо разрастается хорошо у нас себя чувствует замечательно чувствует но достаточно высокая почва покровная достаточно высокая 80-100 сантиметров так вот как раз и вопрос подоспел что посадить вместо газона чтобы не козь не косить но агрессивность приветствуется если не знаю откуда этот вопрос какого откуда этот вопрос нет 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 места нету да это сама может быть как у них хлоя вот небольшая агрессивность как раз и будет приветствоваться подмосковье пущино ну да да сажайте если это подмосковье пущино тогда сажайте лучше сеслерию голубую вот под под деревьями газон вообще у нас плоховато растет и лысый очень часто бывает его в общем конечно ничего хорошего попробуйте место газона посадить сеслерию голубую мы про нее немножечко говорили вот она здесь посажена вокруг яблони растение растение невысокое сантиметров 20 с колосками 30 но колоски потом убираются и нормально все 20 сантиметров остается вся вот это мало того мало того на нее можно наступать но если не очень конечно ходить но вот например собирать яблоки наступать на нее совершенно спокойно можно и кроме того ее можно косить я вот это не срезаю косилкой прохожу прямо по ней по всей скашиваю косилкой рано весной значит чтобы посадить ее как почву покровные значит все сколько нужно материала например на так надо 9 если взрослых кочек приблизительно на квадратный метр 9 штук но все конечно зависит от посадочного материала если у вас очень мелкий посадочный материал можно посадить поплотнее или посадить так как нужно как как вы решили посадить там сантиметров через 30 через 20 сантиметров вот и ждать пока это все зарастет здесь придется конечно убирать сорняки безусловно сорняки придется убирать пока вот эта вся масса не разрастется но когда она разрастется уже конечно нельзя сказать что сорняков никогда здесь не будет какие-то дуванчики они все равно насеется или пырейник пырейник какой-нибудь где-нибудь обязательно прорастет у меня прорастает веник очень часто наземный который за забором очень много которые очень много вот но во всяком случае какое-то количество сорняков сдерживается когда уже разрастаются кочки и надо сказать что по весне здесь вроде бы больше ухода потому что нужно срезать зато летом не косить не надо ничего все растет и растет только иногда вот какой-нибудь зловредный сорняк убрать и все так что вот так вот что тут у нас еще дальше сейчас посмотрим так акценты значит ну акценты веник остроцветковый совершенно великолепный акцент везде такое растение акцентное пожалуйста веник остроцветковый мискантус гигантский мискантус гигантский тоже замечательный совершенно акцент причем мискантус гигантский это тоже тоже гибрид между сахароцветковым и китайским он образует такую расходящуюся кочку он не ползет он не ползет и высоту он отрастает до трех метров но он практически не цветет даже в теплом климате он не цветет совершенно великолепный акцент образует малиния вот это малиния карл фостер вот она очень прямая и она в отличие от скайретсера она держится очень долго и только при очень сильных ветрах ломается а какой из нее вот акцент осенью она приобретает вот такую желтую окраску и совершенно великолепный акцент акценты еще ну для этого для больших садов хорошо малиния там мискантусы а для малых садов можно взять веник остроцветковый который не такой высокий овердам он всего метр пятьдесят метр шестьдесят высотой очень подвижный очень подвижный у него варегатная листва у него серединка зеленая а края листва листвы такие ну слоновые кости как я бы сказала белые слоновые кости веник остроцветковый будет замечательным совершенно акцентом вот когда он начинает свести у него колоски розового цвета ну потом они и такие пирамидки розового цвета а когда уже отцветает они сжимаются и вот мы как мы смотрели на предыдущие фотографии видите они такие длинненькие соломенного цвета конечно великолепный акцент это мискантус китайский все сорта мискантуса китайского акценты для малых садов можно подобрать низкие сорта метр двадцать метр пятьдесят для больших садов высокие сорта вот это сорт грацилимус он у нас никогда не цветет но разве это не акцент совершенно замечательный пунтхен тоже замечательный совершенно акцент среди других растений тоже цветет не во всех садах у нас не всегда цветет но вот эта его полосатость даже не такая яркая как у стриктуса как у зебринуса все равно привлекает внимание так тоже вот сельберспайн акцент мискантус китайский вот миксбордере конечно он сразу привлекает внимание своей формы малиния 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 голубая вот это такое немножко уже осеннее ее осеннее это малиния сорта морхех есть такой сорт серо-голубой листвой широко разрастающий конечно от него взгляд не оторвать малиния малиния дедадзас долго до зимы стоят очень хорошо пышно хорошо она сорничает все это косится и все нормально на лужке все нормально акцентами могут быть и цветные травы травы с цветной листвой овсец мы говорили что вот овсец потом мы называли сислерию блестящую вот это голубые акценты вполне серо-голубые вот опять малиния голубая тоже великолепный акцент акцент акцентами злаки злаки могут быть и потому что у них совершенно необыкновенные бывают красивые колоски вот веник коротковолосистый могу сказать прямо передать спасибо Лене Барсяковой за эту красивую фотографию она мне ее прислала так вот такие вот колоски вот они вот такие интересные у этого веника кстати сказать веник коротковолосистый в отличие от веника остросветковый растение теплорастущие теплосезонного характера роста и отрастает попозже и засветает попозже и практически семена у него созреть тоже не успевает оно не это видовое оно не стерильное семена у него на родине это вызревает в германии вызревают семена у нас семена не вызревает хорошо размножается семенами всегда привлекательны колоски гисперостипы подошвенные вот она посмотрите одно время относила ее относили к ковылям а потом ее выделили в отдельный вид гисперостипу у нее очень длинные ости сейчас я вам покажу отдельно вон видите какие длинные ости до 15-20 сантиметров очень эффектное растение но так же как и стипы почему она раньше ее относили к ковылям потому что она так же как и ковыли требует хорошего дренажа не любит сильных замоканий но в отличие от ковылей если ковыли декоративны только вот в первую половину лета они ведь холодно растущие злаки и они отрастают быстренько зацветают и потом остаются только одни цветковые стебли все цветки ломают чаще всего ломаются уже такой вид немножечко неинтересные то дисперосипа подошвина сохраняет декоративность до осени это вот осенняя фотография она не ломается ничего но надо сказать что семена у ней ну жутко вредные я бы так сказала они с острыми с острыми с острыми такими с острыми шипами которые помогают ей так сказать распространяться в природе а у нас в общем то только колит руки и в общем тяжелые семена не очень приятные и они находятся в очень плотной оболочке если вы приобретете семена то ну обычно фирмы пишут что надо их намочить перед посевом хотя бы на 1 час иногда для гисперосипы этого 1 часа бывает мало можно мочить и на ночь и на сутки и даже в стимуляторах роста а иногда даже приходится если семена старые приходится даже скарифицировать их так перистощетинник ну конечно перистощетинник необыкновенно хорош именно своими колосками значит был вопрос о том значит получили получила корешок посадила и он не пророс вообще честно сказать перистощетинник никаких особых требований к размеру деленки к времени посадки у перистощетинника нет все как у других злаков просто это растение тепло растущие шестой зоны и поэтому не все злаки перистощетинники не все перистощетинники у нас живут но их можно выращивать как летники и Лидия Ивановна посадила этот перистощетинник в горшок и он у нее не пророс мне кажется скорее всего это были плохого качества корешки сухие посадочного в прошлом году смотрела корешки перистощетинника и не рискнула взять потому что не было ни одной живой почки а получила был заказ и там получила корешки уже с живыми почками хорошо и они хорошо проросли то есть я думаю что это не очень хорошее качество посадочного материала если вы получаете вот такие корешки если у вас сомнения есть в их качестве конечно лучше всего их вот вымочить в гуматах или в каких-то стимуляторах роста к которым вы привыкли постар как-то стимулировать чтобы их стимулировать и вот такие растения как перистощетинник конечно имеет смысл посадить сразу в горшок по получению корня чтобы дать ему такой длительный старт он может у вас не перезимовать но чтобы хотя бы в первый год он у вас процвел ему нужен длительный период вегетации вот посадив его в горшок вы получите конечно хоть как-то цветущие растения хотя надо сказать что уже и в подмосковье и под ленинград под санкт-петербургом знаю мне писали я вот вот это фотографировала подмосковье сорт хэмилон зимует и уже не одну зиму так очень интересные конечно плоды у асоки грея вот посмотрите похоже на булавы на маленькие булавы конечно вот такие вот с такими мы сажаем растения злаки асоки где-то поближе так чтобы можно было смотреть эти колоски где-то где хороший опять дренаж где нет такого сильного замокания я посоветовала полевичку тонколистную вот это вот ничего не представляющая собой кочка из листвы когда зацветает то вот это вот метелки ее высотой 80 сантиметров целое облако вот таких колосков ну просто просто противидно хорошо и эффектные метелки у него и даже у видового это видовое просто а у сортовых просто бывает так что и красненькие метелочки вот семена красноватые и бордового цвета зеленые вот у просто противидного heavy metal но у него настолько обильное цветение что под инем это вот получается как будто бы изморозь на окне и очень эффектные мы уже говорили пыреники канадский пыреник вот у него метелки совершенно потрясающие шероховатый пыреник вердинский пыреник вот вердинский пыреник высотой до метра 20 вот я сейчас вам покажу сначала какой он по осени бывает вот вот он по осени вот это его колоски вполне можно его посадить огромным массивом кто-то сажает пшеницу а вот можно но ее надо сажать каждый год там массивы сажают а это можно посадить один раз и он будет долгое время расти кроме того он немножечко сорничает вот и даже еще придется убирать то есть вполне заменит такие массивы вот эта же самая кочка она прекрасно сохранилась зимой ой нет прошу прощения сейчас я вам обратно она прекрасно сохранилась зимой и вот она в таком состоянии весной вот то есть совершенно несмотря на то что она не очень высокая и была почти целиком закрыта снегом стебли не поломались а хорошие стебли надо сказать что стебли у злаков достаточно прочные и мы просто ограничены очень временем поэтому больше я не буду показывать а пыреник шероховатый вот на этой картинке а вообще вообще даже хазмантиум широкоолистный выдержал ледяной дочь которую был вот осенью вот зимой перед январем 2009-2010 год пыреник шероховатый вот здесь ему видимо очень хорошо он достаточно высокий метр двадцать метр тридцать высотой так ну и вот это вот элементы сейчас я посмотрю вот правильно написано тут правильно у вас написано них написано вот это вот я показываю элемент кусочек сада регулярный элемент регулярный кусочек сада со злаками это щучка бронзе шлея и овсец вечно зеленый значит что тут делается когда отрастают цветковые стебли у щучки они обрезаются и по осени приходится поскольку щучки второй период роста она начинает сильно отрастать немножко подрезаются листья ну а с овсецом ничего не делается здесь хорошее место проветриваемое не ржавчины ничего на нем нет обрезается только стебли да вот значит вопрос под дубами где ничего не растет тоже сеслерию можно да можно сеслерию я вам говорила что сеслерия хорошо растет в местах в малоплодородных тяжелых местах вот Виктор Торопченко так я знаю что у него был вопрос про сейчас скажу про мискантус пурпурный сейчас я отвечу быстренько и пенесетум правильно написано хэмилон все верно значит мискантус пурпурный совершенно великолепный мискантус мискантус происхождение его не очень ясно не ползет стопроцентно зимостойкая и большое достоинство у него что у него очень прочные стебли он не ломается никогда ни от ветра ни от снега ничего он всегда стоит вертикально всегда стоит вертикально и значит немножко капризничает он значит он должен краснеть но если ранние заморозки листья коричневеют не успевают покраснеть и краснота это зависит очень от погодных вообще условий иногда он бывает просто желтый а иногда ярко-красный но все фотографии показать невозможно вот поэтому вот сейчас пару слов скажу мария пестрякова вы задали много вопросов а вот еще про книгу да но про злаки вы задали много вопросов если вы не услышали ответов то напишите мне в контакте и я вам мы с вами пообщаемся еще в контакте про книгу про книгу приобрести книгу наверное уже нигде не знаю потому что тираж по-моему давно закончился и у нас уже и договор с издательством до издательства этого уже не существует здание ее не не планируется полторы недели назад я сдала новую книгу которую обещают ну самое позднее выпустить в сентябрю а если получится то в мае месяце Лидия Ивановна и вам тоже спасибо вообще всем спасибо за внимание за долготерпение спасибо всем